друзья сегодня предлагаю приготовить ботлихский пирог получается невероятно вкусный пирог я его делала с курагой можно его сделать со свежими абрикосами сейчас как раз сезон получается невероятно вкусный очень симпатичный этот пирог завалила я вас пирогами вот видите какая красота получается какая ароматная и аппетитная это начинка готовим кефир добавляем соду перемешиваем и вот видим что пошла вот такая реакция то есть мы загасили суду этим кефиром далее берем дежу миксера выливаем наш кефир соды добавляем сметану ингредиенты должны быть комнатной температуры далее добавляем сахар яйцо ванилин добавляем в муку перемешиваем и высыпаем муку к оставшимся ингредиентам начинаем замешивать тесто самом конце добавляем размягченное сливочное масло частями часть несли вмешали в тесто вносим следующую часть получается мягкое немного липкое тесто не забивайте это тесто мукой перекладываем наше тесто в пищевую пленку и убираем в холодильник вот это тесто можно даже на ночь убрать в холодильник а утрень готовить пирог курагу заливаем водой ставим на огонь немного провариваем орехи грецкие прокручиваем через мясорубку добавляем сахар перемешиваем в курагу тоже добавляем сахар и немного пробиваем блендером я не пробивала сильно чтобы остались кусочки кураги мне так больше нравится вот такая консистенция получается сейчас я вам покажу видите достаем наше тесто припыляем столешницу мукой немного обминаем тесто делим это тесто на три части то есть нижняя часть должна быть чуть-чуть побольше вот вторая часть которая мы будем класть центре в середину пирога ее можно сделать такой прям тоненькой и небольшой форму выкладываем раскатанный пласт теста далее высыпаем орехи с сахаром разравниваем раскатываем второй пласт теста вот этот как раз второй пласт его можно сделать прям совсем тоненьким выкладываем на орехи разравниваем и теперь на этот пласт теста будем выкладывать нашу абрикосовую начинку вот так вот выкладываем разравниваем далее раскатываем последний пласт теста накрываем сверху и вы знаете с патулой очень удобно прижать как раз вот это все тесто чтобы наш начинка никуда не вытекла вот так вот хорошо прижали можно помочь себе руками далее накалываем весь пирог вилкой вот здесь вот я не смазала поверхность яйцом вот лучше смазать поверхность яйцом и сверху уже посыпать орешками и выпекаем вот такая красота у нас получается получается